Еще раз всем здравствуйте в эфире вечерний хэштег и хэштег этого вечера звучит так, как есть в смысле общественного питания, которое из-за пандемии начало утрачивать вот это первое слово общественное. Коронавирус стал двигателем диванной революции, службы доставки показывали сверх скорости развития. Итак, за прошедший год число заведений общепита с доставкой еды на дом или до офиса в городах-миллионниках выросло на 123 процента или в целых два раза. Самое большое количество доставочных сервисов было запущено в городе Санкт-Петербург. Как вы видите, там зафиксирован рост в три раза. В Москве показатель не намного меньше 170 процентов. На третьем месте Новосибирск, далее идут Казань, Уфа, Воронеж, где процент прироста ресторанов с доставкой составил от 90 до 121 процента. Ну и мы напомним еще, что в Тюмени рост ресторанов, которые стали работать на доставку, не такой значительный, 25 процентов. Я еще напомню, что в нашей студии сегодня ресторатор с 25-летним стажем, а ныне уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, основатель и руководитель сети буллинг-ресторанов Артем Рахмеев, пиар-директор одного из самых крупных за Уралом ресторанных холдингов Марина Филиппова. И также к нашему эфиру сейчас присоединяется профессиональный ресторанный критик, эксперт в сфере гастрономии Алексей Кондрахин. Алексей, здравствуйте. Чем же вы занимались с пандемией? Безусловно, как и все, я сидел дома. Чему критиковали? Критиковать на самом деле всегда есть что. Благо, ну точнее это не благо, но действительно у нас сложилась ситуация, что произошел все-таки бум доставок. То есть многие наконец-то вышли на этот правильный путь, и то, что мы должны были сделать за несколько лет, мы буквально за один ресторанный сезон смогли, допустим, всем известные приложения по доставке заполнить ресторанами. Это действительно заслуга, поэтому работы всегда хватает. Слушайте, а не ниже до вашего доставинства профессионального доставку критиковать, скажите? А наоборот, мы всегда выступаем за то, что нужно расширять и, ну то есть подталкиваем ресторанов, чтобы они расширяли свой ассортимент и в том числе шли в доставку, потому что там есть своя специфика, это не просто ресторанный бизнес. Но в принципе мы очень часто как раз вот своей критикой ресторанной подталкиваем людей, чтобы они заняли эту нишу. Артема с Мариной критиковали? Ну вы же не первый раз их видите, да, ведь? Безусловно, не первый раз. Попали они под ваш пресс? Ну, на самом деле прямой моей критики нет, но людей, которые их критиковали, безусловно, тут есть и мое влияние. На самом деле, вот допустим, доставкой Артема я пользуюсь, чтобы вы понимали. Значит, рекламу заканчиваем. Ну и вторым, наверное, тоже пользуетесь. Мне кажется, что полтеменей этим пользуется. Мы, тем не менее, возвращаемся к формату «Едим дома». Лариса Кирилловна, пять кризисов пережили. Вы думаете, «Едим дома» останется или уйдет с остатками пандемии? Нет, абсолютно. А, в смысле, доставка останется? Да, да. Или как только пандемия закончится, мы снова будем ходить в рестораны и не нужна нам будет доставка. Я просто уверена, знаю, что будет все. То есть, вот любой формат, кому какой удобный, то есть, он будет существовать. И очень хорошо бы, когда что люди приходили и кушали всегда в ресторане. Там я читаю, наверное, каждого ресторатора. Вот. Но все-таки доставка будет существовать. Алексей, вы как думаете, в том же объеме будет доставка или все-таки уменьшится? На мой взгляд, ну, действительно, какая-то коррекция будет. Но я считаю, что это все равно все отыграется. И люди уже привыкли есть дома. Поняли плюсы. И, безусловно, часть людей соскучилась по заведениям. И когда снимут все ограничения, вернется. Но я уверен, что культура доставки останется. Я знаю, что и в вашей сети, и в вашей были... Была такая услуга, как наборы блюд. Готовьте дома блюда от шеф-повара. Сейчас спрос на нее есть или нет уже под утих? Ну, на самом деле, не очень. Не очень есть? Есть такой спрос. Он меньше гораздо, чем, например, нам бы хотелось бы, да, для такие услуги. Но при этом наблюдается тенденция, что блюда, которые take and bake, что называется, возьми и приготовь, доготовь дома, да, то есть замороженная пицца, хачапури собранный, который только нужно в духовку поставить. Мне кажется, опять же, да, как маркетологу, это хорошая хитрость для домохозяйки, которая не хочет заморачиваться с большим количеством каких-то манипуляций, но при этом она, ожидая любимого домой, поставила хачапури в духовку и говорит, дорогой, я все приготовила сама. Вот, поэтому, мне кажется, вот с этой точки зрения, конечно, это будет интересно, но прям как наборами, я думаю, что тоже очень известный сервис доставки продуктов из магазинов, да, он как раз-таки здесь забирает очень большую долю, очень удобный сервис. Артем, мне что добавить? Ну, мы, на самом деле, закончили сразу с окончанием, как бы с выходом на работу, мы закончили делать эти сайты, потому что количество трудозатрат, энергии и так далее, это прям, ну, не окупается совсем, этому рынку еще расти и расти. И вообще, в целом, ресторан доставки и ресторан, это два абсолютно разных бизнеса, и нужно отдавать себе в этом отчет, потому что то, что мы отдаем зал, и то, что мы отдаем на доставку, это должно быть два разных блюда, и ресторатору не всегда хочется заниматься доставкой. Например, там, понятная позиция Бориса Зарькова, он говорит, я не хочу возить вот эти пакетики, коробочки и все остальное, для меня это про питание, но никак не про еду, поэтому здесь это разные два, абсолютно два разных проекта, два разных бизнеса, мы два раза запускали свою доставку, два раза ее закрывали, и сейчас это только какие-то агрегаторы. Ну, говорим сегодня о идее, говорим сегодня о меню, а в меню нашей программы, кстати, следующее блюдо как раз, ну, винегрет из мировых трендов, давайте посмотрим, а потом обсудим с нашими экспертами. Изучить географию мира на вкус, пока границы закрыты, люди вынуждены знакомиться с национальными кухнями разных стран прямо дома, заказать с доставкой можно любую аутентичную кухню, от азиатской до европейской. Еще один тренд – монопродуктовые рестораны, в таких готовят одно или несколько блюд, но по-разному, например, несколько вариантов борща, блинчиков или пиццы, стоит отметить, что такой формат выгоден для предпринимателей. 2021 год станет эпохой местных производителей, из-за пандемии у рестораторов были проблемы с поставками, границы закрыли, авиасообщение отменили, таможенный контроль затянули, теперь ставка на фермерские продукты и короткую цепочку поставок. К слову, по мнению экспертов, люди продолжат есть дома. Многие успели оценить преимущества – это дешевле и полезнее. Отсюда еще один тренд – на еду, как в ресторане, которую можно приготовить всего за 20 минут. Оборот компаний, продающих готовые рационные и продуктовые наборы, уже вырос на 50%. В этом году идет тренд на ручную работу, взамен придут высокотехнологические способы приготовления пищи. Клиентов уже начинают привлекать выражение – бесконтактный, приготовлено роботами. Набирают популярность и виртуальные мастер-классы. Каждый может почувствовать себя настоящим поваром, не снимая пижаму. А значит, гости станут взыскательнее и пойдут в ресторан за новыми ощущениями. 2021-й обещает стать годом ресторанных шоу, перформансов и обедов в дополненной реальности. Ну многое из вышеперечисленного кажется научной фантастикой, поэтому интересно будет узнать мнение экспертов сферы общественного питания. Жаркая дискуссия прямо за кадром этого сюжета началась. Алексей, наверное, с вас начнем. Что вы думаете по поводу монопродуктовых ресторанов? Это наше будущее или нет? – Безусловно, монопродуктовые рестораны, оно уже настоящее, мне кажется, и постихонечку захватывает наши рынки. Намного проще открыть и отточить монопродуктовую какую-то историю, нежели чем делать универсальные французские рестораны или итальянские. Поэтому монопродуктовость, она трендом является не только у нас, и еще мы, мне кажется, только в самом начале этого пути, но уже идем. Марина, вам вопрос. Фермерские продукты и ставка на нашего местного производителя, она себя оправдывает? – Конечно, она себя оправдывает, потому что здесь такая история про локальный продукт, опять же, нордическая кухня, самое сильное в последнее время, которое на слуху, она на этом и строится. Это когда локальный продукт сочетается с современными технологиями приготовления, и получается нечто вау. Просто так забавно, что мне попался именно этот вопрос, потому что мы сейчас готовим к открытию как раз-таки ресторан, который на фермерских продуктах строится. Мы все очень глубоко изучаем этот вопрос. Я думаю, что он актуален, когда есть большое количество фермеров как раз-таки, которые могут предоставить качественный, а самое главное – стабильный продукт. – И есть у нас такое большое количество фермеров? – По честному? – Сказать, что большое, конечно, нет, но те ребята, с кем можно и реально работать, такие ребята есть. – Вот еще один из трендов, Лариса Кирилловна, у вас спросим, приготовлено роботами, вот искусственный интеллект. Это научная фантастика? Это далекое будущее или это вообще не наша история, может быть, не тюменская? – Нет, и тюменская. В том числе я буквально три дня назад вернулась из Москвы, но тюменская в перспективе, а, допустим, в Москве уже, наверное, такой нашумевший ресторан есть. – Ксения Собчак? – Да, Ксения Собчак и очень знаменитого, я считаю, одного из гениев ресторанного дела, Бориса Зарькова. – Да, вот мы попали в этот ресторан, и там, да, повар вот как раз с искусственным интеллектом готовил нам еду, это было очень вкусно, просто туда даже заранее не попасть, прямо вот очень-очень все хотят прийти, посмотреть. Понятно, что если бы за этим рестораном, наверное, не стояли такие знаменитые фамилии, и, наверное, да, да, то, может быть, его было бы сложнее там раскрутить, но все там отлично, все хорошо, там очень хорошо представлена тема экологии, там все сделано очень настолько правильно. – А вам искусственно у этого робота-то? – Да, вкусно, конечно, но мы, конечно, этого робота не видели, только в Инстаграме, у нее есть своя страничка, да, и так далее, и так далее, но было очень вкусно. – Вот тут ключевое, знаете, Лариса Кирилловна, в вашем не робот выживет, а вкуснейший выживет, да, если робот будет плохо готовить, то не будет. – Да, конечно, я же, ну, можно сказать, такой старой формации, ну, которая постоянно переформатируется лично про себя, хочу сказать, да, конечно, для меня все-таки повар, там, шеф-повар, это, ну, должен быть настоящим, но почему, если я попробовала и вкусно, почему бы и нет? – И, Артем, к вам вот тоже один из трендов, что в ресторан теперь будет приходить не только вкусно покушать, но и за новыми острыми ощущениями. Вы считаете, это реальная история? – Я считаю, что это не тренд, это уже случившееся настоящее, всегда, мы даже сейчас для себя понимаем, что гости к нам приходят в том числе за едой, но это не первый, возможно, даже пункт. Они приходят к нам получить удовольствие, провести время, получить удовольствие от атмосферы, от общения с командой, от сервиса, от чистых уборных, от, не знаю, там, от дорогой посуды и все остальное, то, что они не могут получить дома. И, кстати, тренд после 21-го года, я стал замечать, что все чаще собираются с семьями. Вот это интересное наблюдение за гостями, все чаще мы видим, как раньше собирались взрослые ребята, там, компаниями, то сейчас с семьями собираются, с детьми, причем в широком понимании, это интересно. – Просто маму устали готовить, я вам честно скажу. – Они хотят получать удовольствие совместно со своей семьей, это интересно. – Мне кажется, ценности поменялись у людей во время пандемии, ценности, семья, общение, вот, вышло на первый план. – Ну, общественное питание, общение с семьей получилось. – Да, сдобренная научно-технической революцией с работами, да. – Ну, мы сейчас еще некоторые изменения в поведении посетителей ресторанов оценим, и снова опять там яркие какие-то мировые тренды, а потом посмотрим, что у нас. Итак, как люди стали есть? Например, в Китае произошла самая настоящая революция, в Поднебесной принято брать себе еду из общих тарелок, рассчитанных на несколько персон, теми же палочками, которые человек ест. Использование специальных сервировочных палочек считается нарушением этикета и даже неуважением к семье. Сейчас власти призывают изменить эту привычку. Рестораны и вовсе предлагают скидку посетителям, которые пользуются именно сервировочными палочками. В Турции посетители кафе раньше выпивали несколько чашек кофе на месте. Сейчас турки стали осторожнее и берут только один кофе и уходят. Из-за такой смены привычек владельцы кафе теряют до 70% выручки. Столько же теряют рестораны Испании из-за отказа от традиционных закусок, которые подаются к алкогольным напиткам. Раньше этими закусочками можно было делиться с гостями. Но сейчас это противоречит антиковидным мерам, введенными правительством страны. Вот, ни много ни мало. Вопрос к Алексею. Вкратце отчасти вы уже говорили, отвечали на эти вопросы. Вот по поводу, опять же, фишечек. Вот пандемия немножко идет на спад. Значит, креативу место быть, да? Расскажите, поделитесь. Что видите, на что обращаете внимание? Ваш изощренный вкус что поразило, впечатлило? Безусловно, что у нас делается сейчас акцент на доставку. Мы работаем не только в России. Ну, вот, допустим, и в Турции у нас тоже есть проекты. И там все намного сложнее. И там, действительно, вот то, что наши рестораторы испытывают, это далеко от выживания. Вот там люди изгаляются, чтобы завоевать абсолютно уже небольшую аудиторию клиентскую. А что касается здесь, действительно, ну, вот мы должны, опять же, отметить доставку и ее развитие. То есть, безусловно, битва идет вот за это поле. И это очень важный момент. Именно какие-то яркие фишки, но, безусловно, что нужно сейчас удивлять гостя, в том числе, какими-то очень тонкими историями. Ну, вот как Артем говорил, что нужно больше вкладываться в эмоции и впечатления. Действительно, тренд есть, пока еще не так достаточно обыгранный. Ну, вот там в Москве мы это широко замечаем, что все чаще какие-то абсолютные детали. То есть, нужно понимать, что вообще ресторан в целом – это набор вот этих самых фишек. И чем больше их, органично вписанных в вашу концепцию, тем лучше. И вот сейчас очень многие рестораторы как раз и проводят работу над ошибками, потому что сейчас вот реально битва идет за каждого гостя. И это действительно очень важный тренд. И нужно понимать, что кто-то эту битву выиграет, кто-то проиграет. Этих фишек, на самом деле, очень много, но мы должны их обсуждать именно в рамках концепции каждого отдельного заявления. Ну, и некоторые еще пока не открывают карты, что называется, пока пандемия не закончилась. Такое тоже бывает. Кто-то готовится, конечно, безусловно, но уже потихоньку мы видим какие-то ходы интересные. Еще раз, вот правильно тоже говорили, что меню доставки – это вообще своя, это не то же самое, что ресторанный, да, то есть то, что нельзя подавать, то есть то, что можно подавать доставки, не всегда подается в ресторане и наоборот. Безусловно, это такой очень распространенный сейчас тренд, и я все чаще замечаю, что есть запросы от рестораторов как раз в том, чтобы вот эту ситуацию наладить. То есть рестораторы вовлечены в этот процесс. Лариса Кирилловна, 25 лет жизни вашей же не выкинешь просто так. Вы наверняка же, когда посещаете какие-то заведения общепита, ну, видите, смотрите, ваш цепкий взгляд цепляет, там, шторки не такие, меню не такое, там, люди как-то по-другому, официантов мало. Что? Какие пандемийные тенденции вас задели, обратили внимание? Мы всегда работали над гостеприимством, у нас слово «не клиент, а гость», поэтому всегда работали над улыбками, причем искренними, да. Но сейчас, конечно, под масками улыбок не видно. С глазами. Поэтому глазами улыбаются, все равно видно. Нет, мне очень радостно за Россию. Я вот буквально, у меня тут был маленький отпуск, я была в Москве и в Сочи. Если в Сочи была год назад, там рестораны уже были, а сервис вообще, как вот, ну, очень, он был слабый, то в этом году он меня просто поразил. И в Москве, в Москве, ну, довольно-таки действительно, она впереди, там, планеты всей, ну, то есть, по крайней мере, в России, вот. То сейчас очень сделали рестораторы упор на, вот, сервис. Обслуживают прямо ребята очень умные, с интеллектом, способные поддержать разговор, пошутить, почувствовать гостя, то есть, нужен им этот разговор или нет. Вот я заметила, вот, с пандемией, как будто вся отрасль, вот, знаете, как-то пересобралась, что ли, вот, как-то, вот, знаете, переформатировалась, сделали апгрейд, да, выживают действительно, наверное, какие-то сильнейшие, да, у кого уже эти фишки были заложены. И вот мне сейчас очень в нашей стране, ну, вот, я назвала три города, где вот видно прямо рост вот по сервису и по фишкам тоже. Артем, Марина, что в ваших заведениях, которые вы представляете, уже никогда не будет прежним? Что пандемия, вот у вас, например, Артем, изменила навсегда окончательно, и вы к старой жизни не вернетесь? Мы думали, что так произойдет с меню, и внедрили онлайн-меню, думали, сейчас будет максимальный тренд на переход в онлайн, и буквально на прошлой неделе зарегистрировали ноль заказов через онлайн-меню. То есть, наоборот, сейчас тенденция к тому, что люди хотят выкинуть из головы. Вот даже когда мы в начале самой программы говорили, мы говорили о том, что сейчас мы там развиваемся и так далее. Просто мы хотим вычеркнуть 20-й год из головы, когда мы потерпели убытки, когда выручек не было. Мы прошлый год провалились больше, чем в два раза. И это все было больно. И наша задача сейчас постараться перенестись в более какое-то комфортное время, когда пандемия не существовала. Поэтому таких вещей, наверное, нет. Марина, а как ваше заведение вычеркивает этот черный непростой год? Мы его не вычеркиваем, но мы его можем за многое поблагодарить. Потому что первое, что хочу отметить, это увеличение скорости внедрения изменений. Это была. В том числе наша проблема из-за того, что компания очень большая, эта скорость была недостаточно удовлетворительной. То после этого, после пандемии, пандемия научила нас очень быстро реагировать, очень быстро переформатироваться, очень быстро что-то внедрять, менять, добавлять и так далее. Например, обучение. Говорили уже, что про персонал большая проблема с текучкой. Я не знаю, будем мы об этом говорить чуть позже или нет. Но для нас очень важно, чтобы сервис поддержать, о котором Лариса Кирилловна говорила, чтобы новый сотрудник максимально быстро внедрялся в работу. И мы перевели обучение в формат онлайн. Записали видео-лекции, видео-уроки с тестированием, чтобы обучение нового сотрудника заняло как можно меньше времени. И другой момент, Алексей, я хочу поддержать по поводу фишек. Эмоции есть вообще направление в целом иммерсивности. О том, что некоторые рестораны превратились в рестораны-театры. Это было самое представление. Да. И опять же, в Москве открытие года случился иммерсивный ресторан. Первый, наверное, пока единственный в стране. Они, конечно, готовили гораздо заранее это открытие, но он именно в пандемию оказался как нельзя кстати. Когда вот этих эмоций оказалось недостаточно. Потому что пока все сидели дома, но у нас никогда такого не было, чтобы директ в Инстаграме так взрывался от простого общения. У нас гости там буквально просили даже помогите нам выбрать кофемашину. То есть соскучились в общении. Как будто и пандемии вовсе нет. Да, как будто мы с вами тут не последствия кризиса обсуждаем, а прекрасные радужные перспективы. И вот, кстати, еще один из плюсов, может быть, да, пандемийных. Карантин и закрытие границ предоставили возможность соотечественникам изучить разные уголки России. И не просто посмотреть достопримечательности тех или иных населенных пунктов, но еще побольше попробовать местные деликатесы. Много ли таких желающих, узнаем далее и вернемся к обсуждению. Спрос на гастрономические туры по России растет ежегодно на 17%. А доля гастротуристов составляет около 10% от всех клиентов, приобретающих экскурсионные туры. Такие данные приводит один из крупнейших туроператоров. И это неудивительно, ведь 42% опрошенных россиян учитывают особенности местной кухни при выборе маршрута путешествия. А для 16% это и вовсе один из главных факторов. Четверть россиян готовы тратить до 1000 рублей на человека в день на еду. 18% не против платить от 2 до 4 тысяч рублей. А каждый 20-й респондент больше 4 тысяч на человека. Самой вкусной национальной кухней россияне считают грузинскую. За хачапурии шашлык высказалось 16% респондентов. Второй стала Армения. А третье место поделили Италия, Франция и Белоруссия. Внутри России за самой вкусной едой советуют ехать в Петербург. Гастрономия северной столицы по душе 16% опрошенных. Второе место получила Казань и Татарстан в целом. Замыкая тройку, Москва с 10% голосов. Ну вот Тюменская область есть во многих топах и рейтингах. А вот в рейтинге самых вкусных нет нас. И, наверное, вопрос в первую очередь ресторанному критику. Почему нет? Когда будем? Что меняется? Ну еще инфраструктуру нам развивать и развивать. Это только мы в начале пути. Вы подождите, еще все будет. У нас есть все предпосылки для развития. Пока, если вы заметили вот по ролику, там все-таки сделаны ставки на такие крупные, большие, мастодонтные города. Миллионники. Санкт-Петербург, да. То есть там это понятное дело. Но дойдет, еще дойдет. Вот первая волна сейчас съездит в Санкт-Петербург, потом в Казань, дойдет и до Тюмени. Все будет когда? Ну, наверное, через несколько сезонов. Я бы сделал ставку года три. Вы сделали эту ставку при свидетелях, как минимум при пяти. Так что мы через три годика с вами встретимся и оценим, все-таки верная была ставка. В нашей студии. Ну и в завершении программы, наверное, подведем итог, так сказать, дежестив для лучшего переваривания полученной информации. Сегодня в вечернем хэштеге была вкусная, но проблемная тема, потому что сфера общественного питания еще далека от полного восстановления. Некоторые проекты закрылись навсегда, некоторые переформатировались. Но по официальным данным, несколько для нас, для всех здесь присутствующих неожиданным, одним из итогов пандемии стал общий рост числа посадочных мест в тюменских заведениях общепита. Работать мимо кассы и выдавать предчеки вместо фискальных теперь будет в себе дороже, что называется, так как ФНС будет активно следить за этим в рамках отраслевого проекта «Общественное питание», о котором мы говорили. Ну и спокойное время для представителей этой сферы бизнеса, очевидно, наступит еще не скоро, так как меняются требования, меняются привычки, вкусы посетителей, наступает искусственный интеллект, и за этим всем надо успевать. Но все равно, как, наверное, согласятся все гости в нашей студии, победят вкуснейшие. Мы благодарим наших глубоко уважаемых гостей за участие в сегодняшней программе «Вечерний хэштег». Большое спасибо, что смотрели. Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания.